Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я бы хотела рассказать вам о сумках в роддом, которые я беру с собой. Сейчас у меня 37-я неделя беременности, и я, конечно же, как ответственный человек, собрала все сумки заранее. Ну, неделю назад собрала. Вот, и рожать я хочу в первом или в третьем роддоме Новокузнецка. Почему выбор у меня стоит между двумя? Потому что третий роддом с 8-го числа у меня закрывается на помывку до 21-го. Если я в этот период начну рожать, то я поеду в первый роддом. Если, конечно же, я буду дохаживать до своего срока, что, скорее всего, не произойдет, потому что врач посмотрела, мне сказала, что живот опустился, что ребенок уже, в принципе, готов. Вот, и поэтому, скорее всего, мы поедем в первый роддом. Он у нас ближе всего находится к нашему дому. Почему выбор стоит между этими двумя роддомами? Потому что я слышала, читала отзывы у меня от знакомых хорошие об этих роддомах. Во-первых, там платные палаты на одного человека с ребенком, пребывание. Я не хочу соседей себе. Я в этом плане немножко брезгливая. И, как многие писали на форумах, очень много читаю сейчас, что самое лучшее в роддоме у них было, это то, что у них были соседки. Они с ними общались, до сих пор общаются, дружат там, чтобы они делали одни в палате. Ну, у каждого свои цели. Я дружбы не ищу, общения не ищу. Ну, для меня главный комфорт, для меня, для ребенка. В таких палатах свой душ и туалет. В первом роддоме точно, в третьем, по-моему, только туалет свой, а душ на этаже. В третьем роддоме у меня знакомая рожала недавно, месяца три назад. И она говорит, там еще кормят хорошо. В первом не знаю, как кормят. Но, в принципе, это не самое главное. Самое главное – это врачи, конечно же. Но по отзывам, что в первом, что в третьем роддоме, все врачи хорошие. И когда мы поедем в роддом, я думаю, мы поснимаем влог. Не знаю, если не забудем, у меня муж так переживает. Не знаю. Но в палате, когда я уже буду с малышкой там, я обязательно поснимаю в палате, покажу вам палаты, какие питания, как кормят, если получится. Ну, палату в любом случае покажу, потому что я там, скорее всего, буду одна. В принципе, все. Давайте смотреть. Итак, все, что будет у меня с собой в роддоме, все будет в этом большом Ашановском пакете. Все это я сложу туда. Здесь, получается, телефон, зарядник. Ну, сейчас по порядку. У нас в правилах роддома, точнее, в правилах двух роддомов, в которые я хочу поступить, написано о том, что все эти вещи должны быть с собой уже при поступлении. Итак, первое, что у меня будет с собой, это, конечно же, документы. Документы здесь, полис, паспорт, СНИЛС, родовой сертификат, обменная карта, все копии документов, все анализы, которые я делала. И, насколько я знаю, нужен перевод паспорта, поскольку у меня он иностранный. Ну, в общем-то, не знаю, я с собой не беру, если понадобится, муж потом привезет. Так, телефон, зарядник, 7 февраля. Так, телефон, зарядник обязательно. Дальше. Этот пакет у меня идет со мной на роды. Наверное, я еще точно не знаю, а этот остается медсестрам, насколько я поняла. Не знаю. Первое, что у меня здесь с собой есть, это тапочки моющиеся, обычные сланцы, купленные вообще за самую дешевую цену, которая была, поскольку, ну, не знаю, я такое не ношу обычно, не пригодятся. Так, вода. Вода пока одна будет. Ручка, получается, с блокнотиком. Мне его дали в подарок, когда я покупала платье для беременных. Ну, вдруг что-нибудь записать там. Мужу какой-нибудь список дать, что еще нужно привезти. Ну, или просто так отвлечься как-нибудь, не знаю, от схваток, если это вообще реально. Дальше. Резинка для волос. Ну, у меня будет с собой. Не обращайте внимания на мой маникюр, потому что я думала, уже началось. Ну, через схватки, но они потом прекратились, и мы остались дома, никуда не поехали. Тренировочные, скорее всего, были. Но было неприятно в течение нескольких часов, по-моему. Да, часа три они были. Так, носки, сорочка. Сорочку взяла самую дешевую, чтобы ее было не жалко потом выкинуть, испачкать, выкинуть, в общем, народу. И халат. Халат мне очень нравится. Он такой, у моих любимых цветов, бежево-коричневый, такой светленький, достаточно светленький, с карманом. И он у меня шел в наборе с другой сорочкой. Дышка. С другой сорочкой. Ну, потом для кормления она будет удобная. В общем, потом покажу. Итак, это первое, что я беру с собой при поступлении. Переодеваюсь. Беру этот пакетик с собой на роды. Ну, и, соответственно, с этим пакетом там дальше будет для родильного зала и всего прочего. Также забыла сказать, что положу сверху пакет обычный, чтобы сложить одежду, обувь мужу скинуть, чтобы он отвез ее при поступлении. Итак, это оставшаяся часть пакета, вон того большого Ашановского. Это то, что будет со мной на родах, но, как бы, чуть-чуть в другом отделении. Итак, начнем с сорочки, в которую я потом переоденусь. Ух, здесь получается очень удобно для кормления. Растегивается все на пуговичках. Прикольно. С халатом очень хорошо смотрится. Дальше. Первая одежда для ребенка – это пеленка, шапочки, шапочка и носочки. Вообще написано в списке, что нужна только шапочка, носочки и подгузники, но я взяла еще пеленку. На всякий случай вдруг там подложить, что-нибудь надо будет. Ну, не важно. Вдруг пригодится. Лишь, ну, точно не будет. Так, полотенчика. Это мне, ну, там умыться что-нибудь. В общем, просто полотенчик. Детские салфетки важные. Подгузники. Сколько-то там сказали взять с собой. Две, по-моему, штуки. Я взяла пять на случай. Так, одноразовые впитывающие пеленки. Их тут шесть штук. Это мне в родзал. В общем, ну, я думаю, пригодятся. Останутся, останутся. Возьму ребенку. Дальше. Пеленка. Не пеленка, а просто. Вдруг тоже там на осмотр пригодится. На всякий случай беру вода еще одна. Постельное белье, нам сказали взять сразу же при поступлении. Так. Ну, тут эти, как сказать, принадлежности личной гигиены. Это одноразовые трусики с сеточкой. Глицериновые свечи слабительные. И стерильные прокладки для рожениц. Ну, не знаю, взяла большую пачку. Пригодится, пригодится. Не пригодится, ну. Ну, я думаю, что ничего лишним здесь явно не будет. Ну, написано в правилах так. Беру так. Вдруг, что понадобится что-то меньшего размера, я мужу напишу, он с легкостью привезет. И такой вот пакет. Здесь у меня личные вещи. Гигиенические принадлежности, так скажем. Сейчас покажу, что там. Итак, все у меня в таком моющемся пакете. Все, заметьте, в пластиковых пакетах. Другие сумки там нельзя, к сожалению. Итак, зубная щетка с пастой, мыло, бритва, расческа с резинками. Здесь у меня салфетки для интимной гигиены. Ну, как влажная туалетная бумага. Вместо туалетной бумаги беру дезодорант. Здесь пилочка потрепанная с этим. С сипчиками вдруг надо будет подстричь ногти. Ну, я, в принципе, это уже сделала. Дальше. Бальзам для губ. Здесь у меня шампунь. Гель для душа. И умывалка для лица. Решила перелить в такие маленькие походные сумочки. Ой, бутылечки, чтобы не таскать. Чтобы не таскать большие объемы. Ну, в общем-то, все, что я беру с собой на первое время в роддом. Итак, второй пакет, который мне привезет муж в роддом. Это уже когда все закончится. Мы родимся. Так, забыла сказать, что все сумки у меня обязательно подписаны. Также здесь есть маркировка такая. Сумка номер два. Это чтобы мужу было проще, какую сумку привезти. Тогда я сложу потом свою косметичку. Косметичка у меня тоже моющаяся. Здесь все мои принадлежности. В том числе и крем для лица. Ну, пусть будет со мной. Вдруг пригодится. Хотя вряд ли я в роддоме буду краситься. Но потом на выписку пригодится в любом случае. А второй пакет выглядит у нас вот так. Наполнение его. Все у меня в пакетах пластиковых. Ну, не знаю. Я до упаковки, так скажем, немножечко нездорова. Мне нравится все в индивидуальную упаковку упаковать. Раньше я даже вещи-то хранила свои в шкафах. Но поняла, что это очень неудобно. Итак, будем разбирать по очереди. Это у меня полотенце. Одно поменьше, одно побольше. Вдруг понадобится, вдруг не пригодится. Я не знаю. Опять же, возможно, я беру слишком много вещей. Но мне так комфортнее, мне так удобнее, чтобы было одно большое полотенце для тела, одно для лица. Так, 30 подгузников. Отсюда 5 я в первый пакет забрала. Итого здесь 25 осталось. Так, моющие всякие штучки для ребенка. Тут тоже для ребенка сейчас покажу. И пакетики, одноразовые пакетики. Самые обычные, целлофановые, чтобы подгузник убрать, запаковать, чтобы он не пах. Ну, использованный. Или просто что-то убрать туда. Не знаю, продукты. В общем, беру с собой. Мне так комфортно. В этом пакете у меня осталось все самое такое необходимое, что, в принципе, не пригодится в первом пакете, но будет необходимо во втором. Это крем мыла для ребеночка, чтобы подмывать, ну, вообще купать ребенка. Ну, не думаю, что там какие-то ванны, но подмывать в любом случае ребенка надо. Беру с дозатором, потому что так удобнее. Очень много девушек говорила. Крем под подгузник. Взяла такой пока, не знаю, пригодится он не пригодится. Если хорошие подгузники, то он может и не пригодится. В принципе. Ну, взяла, попробуем. Если что, поменяем на что-нибудь более такое дорогое. И, не знаю, в общем, поменяем. Две пары носок, ватные палочки, влажные салфетки антибактериальные. Антибактериальные, это чтобы сиденье унитаза протереть в первый день. Ну, в первый раз, когда я приеду, заеду в эту палату. Палату я буду брать платную, только для себя с ребенком. Там будет у меня свой душ и свой туалет. Поэтому я хочу именно эти два роддома и станок. В первом пакете тоже был станок, но вдруг потеряется. Не знаю, чтоб лишний раз мужа не напрягать. Он много места не занимает. Взяла два. И, конечно же, одежда для ребенка. Мамочки, которые уже сведущие в этом вопросе, не смейте, если я беру слишком много. Но лучше я возьму побольше. Оно нам не пригодится, и мы привезем домой. Палата все равно для нас, только для нас с малышкой. И, ну, будет стоять, ничего страшного. Так, беру два костюмчика. Один поменьше, один побольше. С ножками. По всему телу расстегивается. В общем-то, хлопковые обычные. Два костюмчика. Дальше. Два бодика беру. Эти бодики вообще очень маленькие. Вдруг она родится совсем крошкой. Мы еще последний УЗИ не делали, поэтому... Поэтому не знаем ее размеры. В общем-то, скоро поедем делать. Дальше. Три распашонки беру. Две с ручками там, ну, зашитые. И одна такая простая. Покрасивее, чтобы куда-нибудь нарядить к врачам, например. Ну, не знаю. Приятно мне заботиться о таких вещах. Приятно. Две пары носочков. Носочков? Да. Маленькие носочки и царапки. Две пары тоже. Ну, у нас еще с родзала останется. Дальше. Три пары штанишек. Одни голубые, вон там внизу лежат с ножками сразу же. Ползунки и двое штанишки. Фуф. Потом тепленький один костюмчик беру. Вдруг будет холодно в палате или там... Ну, не знаю, в общем. Теплый костюмчик. На всякий случай. Потом теплая шапочка такая с ушками. Просто хлопковая шапочка в дополнение к той, которая будет в родзале. Вязаные пинетки. Не знаю. Теплых носочков у нас нет. Я как-то их не купила. Точнее, у нас одни есть, но они будут на выписку. Я решила взять вязаные пинетки. Все равно буду укрывать ребенка. В общем-то, ножки будут закрыты. Посмотрим. Если что, муж докупит и привезет. Кстати, эти пинетки нам связала бабушка. Как вы знаете, одна бабушка у нас живет на Кузнецке с дедушкой. А одна бабушка с дедушкой в Казахстане. Вот. И одна бабушка уже имеет возможность передать нам такую красоту. В общем-то, там еще есть, но вот такие я беру с собой. Так. И, конечно же, две пеленки обычные, хлопковые. Там валик сделать. Или просто укрыть ребенка. Или постелить там что-нибудь. На прием к врачу, например. И полотенечко чистое, проглаженное. Я его пропарила, чтобы вытирать ребенка после всех махинаций. Там с мылом, с подмужениями. Вот. В общем-то, все вещички наши. И последний пакет на выписку. Он самый маленький. Но сюда будет еще дополняться, конечно же. Какая-то верхняя одежда, обувь. Фух. Я также все подписала. Сумка номер три. И тут что это? И тут что нужно доложить мужу в пакет. Взять с собой еще. Здесь не полный список. Итак, на выписку у меня будет, ну, конечно же, мое нижнее белье. Которое я положу потом. Сейчас я как бы не вижу смысла вложить его сразу же. Так. Платье. В этом платье я... В это платье, точнее, я влезала до 8-го, до 7-го, 8-го месяца. И, как известно, после беременности, после родов, живот уходит не сразу. Может быть, не у всех. Но в него я точно влезу, чтобы не было никаких недоразумений. Здесь у меня колготки и ремень к этому платью. Шарф. Шапку я не ношу. Шарф. Два пакета, чтобы можно было что-то сложить. Вдруг порывается какой-нибудь пакет. И одежда для малышки. Здесь одежда только под зимний комбинезон, демисезонный точнее. Его мы еще не купили. И шапку ребенку зимнюю мы тоже еще не купили. Но если вдруг я уеду в роддом на днях, то мужу как бы не составит труда прийти в детский мир, показать фотографии. Ну, я картинки там в интернете нашла. И ему дадут именно то, что продается в детском... Ой, в детском мире, да. Ну и, собственно, вот наш комплект на выписку. Это ползуночки. Распашунка, шапочка. Царапки нарядные такие с бантиком. Все хлопковое, неприятное к телу. Теплые носки. Не знаю, понадобится ли нет. И теплый такой флисовый комбинезон. Вот. И это все будет надеваться под теплый демисезонный комбинезон. Как я сказала, у нас еще холодно. Я буду выражать зимой, как вы знаете. В общем-то, это все, что я беру с собой в роддом. В принципе, это все сумки, которые я собрала в роддом. Как вы видите, вещей достаточно много. У меня сестра вообще сказала, говорит, когда я буду собираться в роддом, ты будешь моим личным консультантом. Но я пересмотрела очень много блогеров. Пересмотрела очень много советов, перечитала. Спасибо всем блогерам, кто записывает такие видео, потому что они реально помогают. Ты как-то из общей картины выбираешь то, что тебе будет нужно, то, что тебе пригодится. Ну и, соответственно, основной список, который предоставляется в роддоме. Это всегда надо ехать в роддом, мне кажется, узнавать, что нужно точно. Может быть, где-то посуда. Кстати, я не сказала, я еще посуду возьму с собой. Чашку, ложку и тарелку. Это тоже надо будет не забыть положить. Ну а так, в принципе, все собрано. И вы просто из всей этой массы информации выбираете то, что вам действительно будет нужно. Как, например, совет. По-моему, это Наска Ананаска сказала. Я не помню. По-моему, да, это она. Она недавно родила ребеночка. И она показывала свои сумки в роддом. И она сказала, что лучше взять вместо обычной туалетной бумаги влажную. Собственно говоря, я последовала этому совету, так прикинув, ага, реально. Сама бы я об этом вряд ли подумала, но на опыте других девушек почему бы им не воспользоваться и не облегчить себе жизнь. Ну, в принципе, на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии. Напишите, чтобы вы взяли еще в роддом. Возможно, я что-то упустила. Но вроде это все, что может мне понадобиться на три дня. Я надеюсь, мы там недолго пробудем. Три-четыре дня, наверное, так. Не знаю. Мне кажется, этого достаточно, этого хватит. Но одежду я, скорее всего, правда, взяла слишком много. Но она в любом случае мне не мешает. Мне муж ее привезет. Мужа там будут пускать 24 часа в сутки в палату. Он сам ее принесет, эту одежду, сам ее унесет. На машине привезет. Поэтому, ну, постоит она там лишний день-два. Ничего страшного. Зато я буду спокойна, что у меня все есть, что у меня ребенок будет теплее, одет. Если там, не дай бог, протечет подгузник, мы еще им не пользовались никогда в жизни, подгузниками не пользовались. Но поменяю я одежду и стирать ничего не придется. По крайней мере, в роддоме. Вот. В принципе, это все. Да. Оставляйте свои комментарии, как я уже сказала. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. И если оно вам было полезным, я надеюсь, что будущим мамочкам оно будет полезно. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. До новых встреч.